На телеканале Юганск новости. Здравствуйте, в студии Кристина Кочерова и коротко о главных событиях среды. Особенно для пешеходов никаких нет благоустройства. Ездить стало хорошо, а вот ходить невозможно. Итоги благоустройства 13 микрорайона. Каждый человек, живущий в нашей стране, должен знать, что такое терроризм. Выстрелы, взрывы и подозрительные лица школьникам Нефтьюганска рассказали алгоритм действий при возникновении теракта. По статистике, один гараж успевает выгореть за 15 минут. Чтобы не сгорел дотла, как избежать пожара в собственном гараже? Госавтоинспекция Нефтьюганска пополнилась новыми кадрами. Несколько дней назад майор полиции Александр Ишбульдин принял пост командира отдельной роты ДПС. Это самое многочисленное подразделение местной дорожной полиции. Отметим, ранее правоохранитель занимал идентичную должность ГИБДД города Тобольска. В структуре МВД Александр Ишбульдин трудится уже 17 лет. Начинал с инспектора ДПС, затем работал в службе дорожного и технического надзора. На посту командира батальона Тобольского ГИБДД в его подчинении находились 150 человек. Сейчас майору предстоит управлять ротой из 85 дорожных полицейских. За короткий срок командир успел оценить ситуацию на проезжей части Нефтьюганска и определил план дальнейшей работы подразделения. Уровень дисциплины водителей, он, конечно, зависит от инфраструктуры. То есть от дорог, ну и, конечно, в первую очередь от нашего контроля. То есть как мы будем осуществлять контроль, так и будет уровень дисциплины водителей. Новый руководитель обратил внимание на загруженность проезжей части в часы пик и добавил, что патрулировать улицы в это время инспекторам необходимо с особой тщательностью. Также полицейский успел ознакомиться с неутешительной дорожной статистикой. По словам правоохранителя, ситуацию можно и нужно менять. На сегодняшний день в городе Нефтьюганске у нас зарегистрировано 55 дорожно-транспортных происшествий, из которых погибло у нас 4 человека, а также ранено было 67 человек. И поэтому наша задача в первую очередь – это не допущение данных таких фактов. Полицейский отметил, что в общей сложности с начала года на территории Нефтьюганске произошло более тысячи аварий различной тяжести. Это вдвое меньше показателей 2015-го. Тем не менее, инспекторам предстоит серьезная работа по контролю безопасности дорожного движения. Елена Волкова, Денис Малев, телерадиокомпания «Юганск». Зону поиска пропавшего Ивана Морозова расширили до 100 километров. Напомним, 1 октября на протоке Юганская Обь в нескольких километрах от Нефтьюганска перевернулась лодка с тремя рыбаками. Двоим удалось выбраться из воды, а вот третьего – мужчину из Тюмени – продолжают искать спасатели, инспекторы ГИМС, водолазы, кинологи и волонтеры. Как стало известно сегодня, зону поиска Ивана Морозова решено расширить уже до 100 километров. Как сообщает в нефтьюганской инспекции ГИМС, поисковая операция на лодках по прочесыванию берегов проходит с раннего утра и до позднего вечера. И в случае необходимости будет продолжаться до последнего, то есть когда реки покроются льдом. Жители 13-го микрорайона опасаются, что весной придомовые территории будут затоплены. Напомним, недавно здесь прошли работы по благоустройству, а точнее асфальтированию внутриквартальных проездов. В результате подходы к домам оказались заметно ниже дороги. Управляющую компанию, которая обслуживает многоквартирники, эта ситуация также беспокоит. Инна Новикова продолжит тему. Глубокие лужи при входе в подъезд. Такая беда, рассказывают местные старожилы, в 13-м микрорайоне была и раньше. Каждую весну жители подкладывают доски, чтобы не набрать в сапоги воды. Сейчас они огорчены тем, что эта проблема в результате благоустройства не решилась, а напротив может усугубиться. Разница между уровнем дороги и подходом к дому заставляет их переживать о том, что же будет весной. Особенно для пешеходов никаких нет благоустройств. Подходы к подъезду как были залиты водой, так и продолжаются. У 52-го дома дорогу подняли высоко, и теперь тропинка к подъезду вообще вниз ушла, где-то сантиметров на 15. Это значит, когда пойдут дожди, там будет постоянно дождь. В отличие от некоторых своих соседей, Галина Митрофановна в целом довольная результатами благоустройства. Считает, что микрорайон, конечно, пока еще нельзя назвать уютным, но по крайней мере он стал смотреться более ухоженно. Но образовавшийся при входе в дом обрыв волнует и ее, и не только из-за воды. Вот когда я иду с дачи, да, уставшаяся, у меня ноги туда-сюда, и вот мне, особенно если вечером, ну, когда все стемнело, я начинаю ногой нащупывать, вот куда мне вступить. Потому что вот отсюда и сразу вот так переход, мне это уже нехорошо. ЖУ-6, которая обслуживает эту территорию, предвидит многочисленные вопросы и жалобы жителей, которые посыпятся весной. Деликатность ситуации заключается в том, что дорога во дворе муниципальная, а подход к подъезду – это уже придомовая территория. То есть, собственность жильцов, которую они обязаны облагораживать за свой счет. А для жителей осталось непонятно, будет ли проводиться дальше работа по устранению вот этих вот недостатков, или это ляжет на их плечи, на их затраты. Я не знаю, как это будет выглядеть, но я думаю, что жители будут очень против этого всего. По словам Сергея Севкова, администрация уже обратила внимание на проблему, которая возникла в результате асфальтирования. И весной обязательно этим займется. А вот из какого кошелька будут оплачивать работы, станет понятно позже. Это могут быть как муниципальные деньги, так и средства управляющей компании, то есть жителей. Если этих денег будет достаточно в рамках сбора на капитальный ремонт, сделать это за счет сбора на капитальный ремонт. Если это будет невозможно в рамках того финансирования, которое сегодня собирают жители на квартирных домах, то определить за счет содержания места общего пользования. Просто заменить один из видов работ на эти виды работы. Благоустройство 13 микрорайона, конечно, не исчерпывается одним асфальтированием. На следующем этапе здесь появятся пешеходные дорожки, которые сейчас отсутствуют, стоянки и детские площадки. Правда, будет ли продолженная реализация проекта в следующем, 2017 году, пока утверждать еще рано. Инна Новикова, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. А далее вы узнаете, какие осторожности следует соблюдать владельцам гаражей и что привезут в «Нефтьюганск» тюменские товаропроизводители. Не приключайтесь. Ежегодно в Москве в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» проводится Российская неделя здравоохранения. Более 40 тысяч специалистов из всех регионов России и всех стран посетили ее в этом году. Среди них были представители компании «Еломет» – одного из ведущих отечественных производителей медицинской техники. Все наши аппараты пользуются спросом как у потребителей, так и у специалистов в лечебно-профактических учреждениях. «Алмах-01» – это наш бесспорный лидер продаж. Уже производится нашим заводом более 10 лет и хорошо зарекомендовал себя у многих россиян, и не только у россиян, а и у других жителей других стран. Данный аппарат позволяет лечить такие заболевания, как артрит, артроз, подагру, вегетососудистую дистонию. «Алмах-01» – на страже вашего здоровья. Успейте купить до 15 октября «Алмах-01» выгодно. В аптеке 242 на территории больницы и в аптеках от склада. В этом году в Нефтьюганске произошло 63 пожара. Из них три зафиксированы в гаражных кооперативах. Сейчас автовладельцы начинают активнее использовать искусственное отопление, из-за чего растет риск новых возгораний. Именно поэтому пожарные ведут профилактическую работу с владельцами гаражей. Все еще актуальна мысль о том, что пожар проще предотвратить, чем заниматься его тушением. Именно поэтому огромное внимание пожарные уделяют профилактике. Сегодня они побывали в гаражных кооперативах города. Постройки здесь с особой спецификой. Главная опасность заключается в том, что гаражи плотно подогнаны друг к другу. Если возгорание произойдет в одном из них, пламя распространится на другие довольно быстро. По статистике, один гараж успевает выгореть за 15 минут. Работа пожарных в частности затрудняется тем, что районы эти, как правило, безводные, а заезды здесь довольно узкие. В прошлом году в гаражных кооперативах произошло 5 пожаров. В этом пока только 3. Среди причин. Нарушение правил эксплуатации печного отопления. Электронагревательных приборов. Сегодня пожарные рассказали, как можно снизить риски возникновения возгорания до минимума. Недопустимо хранение бензина, то есть не более 20 килограмм разрешается. Масло не более 5 килограмм. При проведении огневых работ, чтобы у владельцев гаражей были первичные сопротивления пожаротушения. Это огнетушитель, вода, песок, багры, лопаты. Если вдруг пользуются какими-то переносками, то двойная изоляция на переноске в металлическом коробе. Также запрещено заправлять машину внутри постройки, исключительно на улице. Эту весьма полезную информацию и доносили сегодня пожарные до владельцев гаражей. И последние, в свою очередь, остались довольны подобной опекой. Ну, вы знаете, это нормально. Это нормальное явление, что ходят к людям, объясняют им, рассказывают. Есть, которые игнорируют, есть, которые прислушиваются. Кое-кто чего не знает, что-то новое узнают. Пренебрежительное отношение к мерам предосторожности недопустимо. Не выполняя требований пожарной охраны, вы подвергаете опасности не только себя, но и ваших соседей. Никита Чебыкин, Евгений Трифилов, телерадиокомпания «Юганск». Что делать, если слышишь на улице выстрелы? Для нефтьюганских школьников в библиотеке провели встречу по угрозе терроризма и экстремизма. Детям разъяснили, как не попасть в сети преступных организаций и почему нельзя паниковать в ситуации захвата заложников. Кто такие террористы и как себя с ними вести? В начале встречи своеобразный экскурс в историю. Оказывается, трагические факты были даже в благополучные советские годы. Единственный нашумевший случай – это взрыв в вагоне московского метро в январе 1977 года, который у нас более 10 жизней. Что уж говорить про нынешние времена – от захвата в заложники школьников Беслана до взрывов в московском метро. Дети уверены – в нашей стране подобные беседы, к сожалению, актуальны. Я думаю, каждый человек, живущий в нашей стране, должен знать, что такое терроризм, кто эти люди, какой вред они приносят обществу. В обучающем фильме школьникам разъяснили, как себя вести, если, к примеру, в вагоне поезда вашим попутчикам оказался подозрительный тип. Если человек проявляет агрессивность, и она постоянно растет, уходите из опасной взрывной зоны, не только мысленно, но и физически. Вообще потенциального террориста можно определить по фанатичному взгляду, активной жестикуляции. Александру Шквыря особенно поражает, что террористами становятся и женщины. Лично ей такое не грозит. У меня хорошее воспитание, я понимаю, что это такое, и я очень добрый, наверное, человек. Вы услышали выстрел на улице, вы находитесь дома. Ваши действия отойдет от нас, сообщить по телефону. Правильно. На встрече разъяснили четкий алгоритм действий в самых разных ситуациях. От захвата заложников до взрыва в людном месте. По итогам разговора общая оценка нефтьюганским школьникам по спасительным знаниям. Молодцы, ребята. Дай бог, чтобы никаких террористов у нас не происходило. Наталья Платонова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». От валенок до картофеля на выходные в Нефтьюганск приезжают тюменские производители сельхозпродукции. Это уже третья и последняя ярмарка в этом году, которая организована совместно с соседней областью в рамках программы «Содружество». Ярмарка пройдет в 10-м микрорайоне возле молодежного центра «Юность» со стороны галереи «Метаморфоза». Торговля тюменскими товарами будет организована с 10 утра и до 7 вечера. Традиционно это молочная, мясная, рыбная продукция, яйцо, дикоросы. Новое появляется сейчас в связи с наступлением сезона – это шерстяные изделия валенки. И плюс еще у нас приезжает новое предприятие – личное подсобное хозяйство, которое реализует мясо птицы, у него мясо уток. Кроме того, на ярмарке можно будет запастись картофелем по демократичным ценам, а по заявкам самих горожан из завода Уковска привезут рапсовое масло. Всего на ярмарке ждут продукцию от 16 производителей Тюменской области. И последняя информация к этому часу. Сотрудники госавтоинспекции обращают внимание нефтеюганцев на ухудшение погодных условий и образование местами гололеда. В связи с чем автолюбителям рекомендуют не медлить замены летних шин на зимние. Для безопасности необходимо исключить резкое ускорение и торможение. Пешеходам также советуют быть осторожнее и использовать на одежде светоотражатели. На этом у меня все. Всего вам доброго и до встречи в эфире.